Музыка Это программа Репартер, телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе будет уведен в эксплуатацию новый стан для вытворчасти катанки и сортового проката со специальной опрацелкой. Его могутности позволят выпускать 700 тысяч тонн металлопродукции в год. Объект является ключовым у программе модернизации БМЗ на бягучую пятигодку и одним из самых масштабных за всю историю предприемства. Подробности в наших наступных выпусках. Гомельская область практически готова до работы в осенне-зимовый период. При этом особливая увага уделяна не только за обеспечением стабильной работы, но и экономическому выкрыстанию палеоэнергетичных ресурсов. Как было отзначено на посаджении Аблвы-Канкама, отповедная работа в регионе находится под постоянным контролем галиновых и территориальных органов кирования. Олег Синцеров потекавился особливостями селетней перед зимовой подрыхтовки. Таким чином основные работы по подрыхтовке до чергового осенне-зимового периода на Агумщине можно лечить завершенными. Не эти правда, еще протягивается замена тепловых сеток. Але як заповнюють представники коммунальных служб до початку отепляльного сезона, яны выконують запланованное у полном объеме. Хоть только модернизации теплотрасс селета не обмежавалися. И надеянность работы электричных сеток повышали, и котельные у парадок приводили, и песчано-соляную сумесь нарыхтовывали. Работы велись на более чем 55 направлениях. Основные направления, если выделять так, это подготовка жилого фонда, также замена тепловых сетей, ну и модернизация теплоисточников. Терут запланованных мероприемств, нарыхтовцы местовых видов палева особливая увага. Неких специальных плантаций для этих методов в Гомельской области нема, але дровнины, якая непригодная для промысловой перепросовки хапаем. Запасы палевной дранки, например, зараз на 5% больше запланованного дров у вогули на четверть. По великим рахунку, это не только дозволит экономить иншие энергоносбиты, але и створить свою саблевую подушку без пеки на выпадок недохопа того же природного газа. Як и в минулом годе, все лето на гомичне распрасываны варианты работы господарчика комплекса в умовах махчимого знижения поставок у Беларуси энергоносбитов, але у любым выпадку не спыняться теплозабеспечения жилых домов. Для буйных предприемцев поставки тепла и электроэнергии могут часово знизить на 15-20%. Прадугледжены и махчимые аварийные ситуации, якие могут быть выкликаны природными катаклизмами. За уликому опыту попередних годов, навод повстекали древы, якие знаходятся побочь с линиями электропередач, плюс подрактовали пересованные автономные генераторы. Зимой, зразумело, може здараться усякое, але все лето на гомичне приняли шерох попереджальных мер, каб минимизовать уся махчимые проблемы, подтверждение чому практически 100% термания паспортов готовности. На данный момент у нас уже получено 100% паспортов готовности для теплоисточников и порядка 99% для потребителей. Данную работу мы планируем завершить сегодня-завтра, хотя нормативный срок установлен правительством – это 1 октября. Что касается разреза регионов, хотелось бы отметить, что Гомельская область занимает лидирующую позицию в данном показателе, хотя получение паспортов готовности ни в коем разе не влияет на качество подготовки к предстоящему отопительному сезону, потому что, скажем так, энергонадзор Гомельской области – один из принципиальных энергонадзоров республики. Алексей Тюров, Валерий Габанько, телерадокомпания «Гомель». У Гомельском институте радиологии проходит международная конференция по питаниях забеспечения радиоцинной безопасности и реабилитации забруженных территорий. У делу ее принимают специалисты с 13 стран, сирот которых – Франция, Япония, Норвегия, Ирландия, Чехия, Польша и другие. Тренинг-курс по готовности до ситуаций, связанных с ядерными авариями, проходит у Гомеля уже в другий раз. Аналогичное мероприемство в минулым годе отримало высокую оценку специалистов. Ця перешний курс был подрихтован гомельскими навуковцами, совместно с коллегами из Франции, супрационниками Центра по выучению мер до ядерной обороны. А кроме аэритичных лекций, программа «Знаходжение замежных гостей», включая поездки на территорию, наибольшь потерпелые от катастрофы на Чарнобыльской АЭС, выучение практичного опыта по их реабилитации. Мы готовили этот курс уже несколько лет. Идея наша была популяризировать те наработки, которые существуют в Беларуси, как у страны, которая в наибольшей степени пострадала от катастрофы, и у французских коллег, у которых имеется колоссальный опыт по теоретическим навыкам, потому что очень развитая атомная энергетика. Мы объединили наши усилия, мы объединили наши знания. У рамках мероприемства национальной программы демографичной безопасности на базе гомельской городской больницы номер 4 открыто отделение паліативной допомоги для тяжкохворых людей. Як чекается перших пациентов, тут примуть уже на наступном тыдне. Необходность открытия хосписа обумовлена тем, что в Гомеле и Гомельском районе зараз проживают больше, как 17 тысяч человек, которые покутают на онкологичные захворывания. А прочее того тут будут примать же хоров региона, которые имеют и другие захворывания. Средо основных задач отделения так само психологичная адаптация родных, научение их правилам догляду и организации харчевания хворых. Для работы с пациентами хосписа подобраны высококвалификованный персонал. Пациенты будут находиться у палатах, каждая из яких различена на два человека. А прочее того на базе отделения открыты процедурный кабинет и кабинет компьютерной рентгенографии. Працуя столовая. Головный принцип оказания паліативной допомоги, усягульная доступность и бесплатная основа. Сродки, которые потребились для створения хосписа, выдаткованы из областного и гомельского городского бюджета. Из областного бюджета было выделено 1 млрд 456 млн. рублей, и из городского бюджета было выделено 800 млн. белорусских рублей для проведения ремонтных работ и оснащения оборудованием и всем необходимым для того, чтобы открыть это отделение. Интернет-послугой по набытии проездных билетов скрыстался миллионный пассажир белорусской чехунки. Им стала студентка Дзярж-Университета транспорта Олена Платонова. А счастливым оказался билет на тягник Гомель-Могилёв. Перед его отправлением девушка отримала ответный сертификат и подарунки. Третья курсница Белорусского Дзержавного Университета транспорта Олена Платонова по слухам интернету для покупки билета укрыстается третий год. И как раз с того часу, как стала студенткой, каждые 2-3 дня ездить до дому в Могилёвскую область. Хотя и находится университет недалеко от вокзала, час марновать усе ровно шкада. И еще один плюс – аккаунт на сайте белорусской чехунки можно завести на батьков, как зробила Олена. Зразумела, что студентов не хапая не только вольного часу, а и лишних грошей. Вдарыча, об свою перамозе доведалась от батьков. Спочатку навод не поверила. Звонит моя мама и говорит, доченька, ты знаешь, мне позвонили с Минска и сказали, что твой билет оказался миллионным. Интересно довольно-таки было, неожиданно. Волонтерский рух на Гомельщине набирая популярность. Коли 50% навученцев упрымают все дело в доброчинных акциях. Для лидеров молодежных волонтерских клубов в области у Гомеля прошел семинар «Волонтерский рух за здоровый лад життя». Катярына Сапельникова, Володая под рабязностями. Каля 30 волонтеров собралися у Гомельским областным центра гигиены, эпидемиологии и громадских здоровья, кабытрымать новые веды. Царотых навученцы середних и высшайших установ адукации. Али организаторы отзначают, наведать подобное мероприемство могут люди, які навык не мают в опыту делу волонтерской деятельности. Тут рады новым знайомствам. Эти семинары имеют определенные результаты, потому что это движение развивается. Волонтерские клубы имеют тенденцию к увеличению. И мы надеемся, что за нашими волонтерами будущее. Презентации на тему «Здорового ладу життя» представили активисты БРСМ и «Червоного крыжа». До удельников звернулись представники Гомельской епархии и ЮНЕСКО. Волонтеры разумеют, что такие мероприемства не только социально значны, а и необходимы для властного развития. Далее в программе мастер-класс по первой медицинской допомозе. Многие, допустим, даже родители при таких ситуациях пугаются, что делать, как. Хорошо, что бывает, даже я, например, рядом был тогда, помог. Этот семинар стал участкой мероприемства «Оттыдня» под девизом «Молодь, здоровье, лад життя». А кроме того, проходят промые телефонные линии с консультациями докторов, выставы и тренинги. Катярина Сапельникова, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». Русский погляд на эпос Финлянды представили у картинной галереи Гаурила Вашченко. 14 сюжетов, которые вошли в сборник мифов «Калевала», нашли адлюстрирование в працах русских мастаков. Этот проект был основан 6 лет тому. Сегодня у им коля сотни работ. Среди их авторов – мастеры России, Испании, Италии, Вьетнама и краин Африки. Национальный эпос «Калевала», включая корыло-финские народные верши и песни, собранные и опрацованные финским поэтом Эглиасом Леонрутом. Для шматгадового проекта гэты год знаковый. У 2015-м означается 180 годов с моменту первого выдания национального эпосу Финлянды. Выставка открывает немножко маленькую окошку финскую культуру, чтобы белорусские люди немножко получили возможность посмотреть и почувствовать со своими глазами, что «Калевала» и потом позже в этом году и прочитать «Калевала» на белорусском языке. За час основания коллекция побывала у многих краинах света, а вось у Беларусь приехала у Першиню. Спочатку наведала столицу. Наступным пунктом подорожа стал Гомель. Тут выстава пробудет до 18-го Кастрычника. До новинов спорту. Приемные поведомления пришли из американского Рычмонда, где зараз проходит чемпионат света по велоспорте на шаши. Беларусь Василь Кириенко стал переможцем индивидуальной гонки с раздельным стартом. Для велохонщика-зречицы гэты золотые медали с усветного чемпионата – першы у карьеры. Кириенко перадолил дистанцию 53 с половой километры за одну годину, две хвилины и 29 секунд. Ён обагнау уладальника «Сребра» итальянца Адрияна Малоры на 9 секунд. Разом с перемогой беларуса трымау і ліцензію на уделу олимпийских гулях 2016 года у Рео-де-Жанейро. Угонцы прымау удел яшчэдзін беларус гамельчанін Константин Сеуцоў. Ён фінішавау 27-м. На гэтым наш выпуск завершен. У студы працавала Наталья Игнатенка. Я і мої калегі жыдаем вам добрага дня і до новых сустрэчу ефіры.